Отцы и дети Первый гость, который сидит уже вместе с нами в студии Сергей Александрович Соловьев Добрый вечер Еще раз, потому что как-то нехорошо вас было слышно Добрый вечер Вот это совсем другое дело Я хочу напомнить нашим слушателям Что в этом проекте мы приглашаем В студию Тех людей Которых мы считаем Безоговорочными авторитетами В своем ремыслии, в своем деле Чтобы они вспомнили Во-первых, о своих отцах и мамах А во-вторых, поделились, может быть, какими-нибудь рецептами Как вырастить в этой жизни Хороших детей Чтобы они были достойными Людьми И вообще, что такое талант Он передается каким-то образом по наследству Или это какое-то сочетание обстоятельств Но это просто для того, чтобы вам Как-то вынести в носку Перед Главным текстом, который сейчас будет в эфире Общий смысл проекта А начать мы бы хотели вот с какого вопроса Сергей Александрович Я только прошу прощения Прежде чем мы начнем Я хочу сказать, что у нас есть телефон 730-101 Можно позвонить, задать вопрос И хотя мы ведем себя довольно эгоистично Надо честно признать Когда разговариваем с нашими гостями И больше задаем вопросов сами Но все-таки позвонить Или еще хороший способ Даже может быть более надежный Написать смс-ку 7903-797-6333 Вы уже хотели что-то сказать Нет, я просто Заворожен вами Просто заворожен Как мы цифры произносим лихо Много прочитали Вы рассказывали о своем детстве Начать хотелось бы вот с чего Вот какие образы Люди, которых вы встречали в детстве Которые вам запомнились Или ситуации Впоследствии вот вами были воспроизведены в фильмах Ваших фильмах Есть ли какие-то типажи, которые перекочевали Например, из вашего детства Или факты даже И прямо в кино Или, например, обстоятельства Или интерьеры даже Нет, напрямую нет Напрямую нет На кривую, да А напрямую нет Потому что Как-то Детские впечатления Они очень сильные Как ни странно И я хорошо себя помню С довольно ранних пор Но так, чтобы что-то было такое желание Чего-то такое вырвать И как-то это дело Засунуть в контекст какой-то истории Не было у меня такого желания никогда Хотя, в принципе, сама по себе Институция детства Да, она Хорошее произведение Да, она очень Очень и очень завораживает Очень завораживает Особенно, мне кажется, кинематографистов В том числе и кинематографистов Но тут еще у нас, понимаете У нас роскошная Вот у кинематографистов Роскошная генетика детства Поскольку, допустим, один из любимейших моих режиссеров Франсуа Трюфо Он весь состоит из детства Просто из детства Даже такие странные картины, как «Жули Джим» Там, допустим, совсем не детская картина Если вообще подумать, то очень даже детская Очень даже детская Вообще как-то странно Метта, я помню, сказал Он говорит Чего мы вообще дурака валяем Собираем какие-то семинары По детскому кино Если серьезно вообще, так сказать, обратиться К этой теме То все советское кино детское Поскольку, как бы, сознание детское Вот А взрослая, может быть Ну, одна или две картины В частности, он, по-моему, упомянул Зеркало Тарковского Которое все про детство Все про детство Но она взрослая Она взрослая по типу сознания Вот Он говорит Так вот, когда зритель сталкивается со взрослым кино Он всегда натыкается на некую стену такую Вроде как В кино не должно так быть В кино должно быть что-то такое детское Обязательно И вот когда оно детское, тогда все хорошо То есть, возношение применительно к зеркалу Это значит, например, последовательность изложения Должна быть такая Ну, да, это детское Как происходят события Вот это в начале было, а вот это в конце Нужно сказать так Помочь ребенку всегда же хочется Не бросать его на волю волн А тут как-то нужно в одиночестве вообще понимать Что за бред Почему За государственный счет Снята какая-то, так сказать, картина Про Ну, крайне частные обстоятельства Крайне частной жизни Причем я помню Когда начинал Эту картину Андрей Асенович Он Пригласил Сначала Оператором Павла Тимофеевича Лебешева С которым мы работали С которым мы работали много, да Да И Значит Паша гениально рассказывал Про замысел Картины Он говорит Ты знаешь Я говорю Ты что А что будете снимать-то С Андреем Мне же интересно Что за кино будет Что за кино-то будет Он говорит Ну ты Ну как Ну это Андрей Ну тут разве Что поймешь Во всяком случае Значит Чего я понимаю Что Мы Снимем Две квартиры В Москве Однокомнатные И Одна Квартира Они должны быть Стенка к стенке Эту стенку Мы пробуруем Дырками Дырками И в этих дырках Будут стоять Значит Две-три камеры В этих дырках Это будут Тайные Тайные камеры Тайные те самые И В одной Квартире Будем сидеть Мы С камерой А в другой Квартире Будет Андрей Делать вид Что пришел Поговорить с мамой О жизни И Значит Он будет Говорить с мамой О жизни И он будет То заходить То уходить То куда-то Мама Одна остается А мы будем Сидеть И все Снимать Я говорю Да А сценарий Он говорит Да не Ну какой сценарий Ну что-то Я говорю Ну да А как же Как же Он говорит Ну чего-то он там Рассказывал Про Там Дружбу народов Там про Ему сказали Что хотелось бы Позлободневнее Он сказал Хорошо Хорошо Будет про Конфликт На китайской Границе Это вот Единственное О чем Они сговорились А Сам По себе Сценарий Вот такой Про детство Уж куда Больше про детство Разговоры с мамой Да Разговоры с мамой Вот Еще через Какие-то Две недели Я говорю Паш Ну как Вы снимаете Что-нибудь Не снимаете Он говорит Нет Я уйду Скажу С картины Я говорю Почему Ну потому что Одно дело Две квартиры С общей стенкой Дырки Пробуровленные Так сказать Там это самое А сейчас Он говорит Второй квартиры Никакой не будет А будет В шкаф Большой В этой самой В той квартире Где они будут С мамой Вообще общаться Я говорю Да Ну в шкафу Говорит тоже Дырок набуровит Я говорю Ну да Он говорит А я говорю А что ты уйдешь Чем лучше Шкаф Или хуже Шкаф Ты что Обалдел Это что Получается Я буду Все время Сидеть в шкафу Понимаешь Я буду Вот сколько Он будет снимать Я буду Сидеть в шкафу И значит Метаться между Дырками Но это Нет Нет Это не та Творческая задача Для которой Я избрал Эту трудную Вашему сверстнику Старше Старше меня Ким Тернер Старше меня На 4 года Мы с ним Все время Наша дружба Заключалась На 4 Не то на 5 лет Я не считал Вот Наша дружба Заключалась Сейчас проверим Кстати Давайте Вот современная Нет Вы пока Вы пока говорите А я А вся моя дружба Заключалась в том Что мы постоянно Как бы Ругались На Он на плохом русском языке А я вообще На Что-то Не сходились У нас Какие-то Представления О жизни Судьбе И любви Вот И Значит Встречались мы Обязательно Потому что По роду службы Отец Обязан был Присутствовать На всех официальных Мероприятиях Старшего Ким Ирсена Как вы Несколько раз Упомянули Что он имел отношение К его приходу На престол Ну как Это я вообще Первая Первая дикость Это то что он имел Отец имел отношение К моему приходу На белый свет Это вообще Была просто Чудовищная история Чистый гениоль Понимаете Потому что Отец был Во время войны Очень таким Большим Смершевцем Он был Один из Вообще Руководителей Смерша Северного фронта Всем руководил Всей Разведкой Контрразведкой Всем Андропов Так что Они где-то там Чего-то Как-то были завязаны И вот этот человек У него был У меня есть родной брат Игорь С которым я поддерживаю связь До сих пор Старший брат Старший брат Значит У него У отца была нормальная Кагабистская жена Ну я так Как-то нехорошо Говорю Ну как бы Ведомственная Ведомственно Ведомственно Приемлемая Вот так скажем Ведомственно Приемлемая Жена Легитимная Да Легитимная О Какое красивое слово Легитимная И ведомственно Приемлемая Жена Вот И Игорь Был И его Сыном И отец А Я родом Из Кеми А Кеми Это Ну страшное дело Что такое Кем Корлофинская Это Корлофинская Ну это Окраинная Точка Северная Точка И самое главное Это Главный ГУЛАГ Вот Он располагался В Кеми А моя бабушка Евгения Ивановна Которая родом Из Архангельска Значит Там арестовали Моего деда В Архангельске Значит Ни за что Ну вот совершенно Ни за что Он был бухгалтерским Служащим Как за Чего его Так сказать Могли там помести Но помели его туда А у бабушки Было двое детей Или даже трое Ну двое Ну ладно Трое по-моему Вот И бабушка Как настоящая Так сказать Декабристка Когда Арестовали Деда Она поехала За ним в ссылку Тогда еще По первоначалу Это было возможно Доехать в ссылку То есть это Начало 30-х годов Или там Это конец Это конец 20-х По-моему Да-да-да Вот Она поехала Еще можно было Это самое И там Устроилась Работать И даже Был такой момент Когда Деда Выпустили Собственно А почему Ценился так Подценилась Кем Как Пересылка Гулаговская Потому что От Вот Кеми Да От этого Так сказать Учреждения Гулаговского До Соловки Соловков Напрямую Совершенно То есть я там По морю Увозили Да-да Увозили А я просто Родился в доме Который Стоял в церковной Ограде Да И за кошком Прямо Это прямая дорога Беленький песочек 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 Потом переходит Такую Рябь 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 А рябь Это уже Белое море Вот И вся эта рябь Идет Вперед 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 Там я не знаю Сколько 20 километров И там Соловки И вот деда отпустили Соловков А Да Деда отпустили Соловков И у них родился Младший сын Как раз Уже там В Киме Вот Потом забрали И он уже не вернулся А бабушка Со всеми детьми Осталась там Вот Мама моя была Чертежницей Причем Очень таким Хорошим Чертежником Но еще Она была Очень молоденькая Была там Не то 17 Не то 18 лет И вот Несколько Таких Мистических Вещей Точно Есть В моей Судьбе Мама Моя Хотела Поступать Во ВГИК Вот это Такой Это Такой Как бы Даже Маразм Понимаете Потому что Она была Чертежницей В Киме Из То есть Никакого Отношения Никакого Отношения Это вообще Я когда пытался У нее узнать А почему Ты решила Что ты Во ВГИК Хочешь Да причем Она еще хотела Поступать Во ВГИК Она была Очень красивая Женщина Но не на Актерский А на Операторский Я говорю Что это за Она говорит Я не знаю Я тебе это Объяснить не могу Но я очень хотела Я говорю Так ты очень хотела Что ж ты Не это самое Не рванула туда А нужно было решать У нее была сестра И нужно Двоих бабушка Не могла Содержать Студентов И она говорит Вы между собой Решите Куда пойдет Учиться И старшая Мамина сестра Она ушла Она хирург Она ушла Учиться В Архангельск В этот самый А мама Осталась Значит там Чертежницей И уже Кстати Тоже она не вспоминала Потом Никогда О том Что она хотела Быть кинооператором Вообще не вспоминала А как встреча С папой То произошла А папа приехал Чего-то инспектировать По своей Значит Этой самой линии Понимаете И чего-то он там Инспектировал Инспектировал И в результате Инспекции Он как-то Набрел на маму И вот результаты Этой инспекции Значит оказались Ошеломляющими Потому что он Развелся Он Женился на маме Что было Ну чудовищным Скандалом Мезальянс Чудовищный Мезальянс Причем Не лезет ни в какие ворота Я вот так себя И воспринимаю До сих пор Как персонажа Который не лезет Ни в какие ворота Понимаете Вот И родился я А как вот вы Вы сейчас С каким чувством Или раньше Как вы говорили О профессии отца О том чем занимался Да никак Ну как Ну Как вы Ничего Ничего Вы с ним не успели Это ничего Обсудить Потому что он рано умер Да Он рано ушел У меня было Мало лет И меня вообще Эта часть жизни Мало интересовала Его Потому что Ну как Он Мне было 12 лет Когда он ушел 10 лет Вру я 10 лет Он после того Как он закончил работу В СМЕРШе Он Он был контрразведчик Его потом выгнали Из СМЕРШа Конечно А вот после этого За такую Но Долго Долго не выгоняли Вот как раз Когда я родился Дальше выяснилось Что нужно ему Заканчивать Великую Отечественную войну На территории Значит Дальнего Востока И Выполнять Значит Более Важные задачи По внедрению Наших людей В Северную Корею И мы Так Я оказался В Северной Корее Он оказался В Северной Корее Так оказался Ким Чен Эр Так сказать И Опять-таки У меня остались От Северной Кореи Совершенно Волшебные впечатления Волшебные Вот из детских впечатлений Можно сказать Потрясающие Мы жили В Японском доме Который стоял В Вишневом саду Там В Пхеньяне Я помню Это очень хорошо И Особенность Этого дома Была в том Что Стены у него Были Из Чем-то пропитанного Шелка Японского Это стены А внутренние Стены Были Из Папиросной Бумаги И все Внутренние Стены Вот так Ездили В разные Столи Можно было Набирать Любую Комбинацию Нянька У меня была Японка Я даже помню Как ее звали Арито И когда я попал В Японию Потом Мне было Сколько Я не помню Тридцать Это когда вы снимали Камаки В Японии Из меня В Японии Стали вываливаться Образцы Какой-то Старояпонской Речи Вываливаться Причем Я не в зуб Ногой По-японски Я не мог Спросить Как пройти Там За угол Чтобы выйти Там Из аэропорта Это я не мог Но какая-то Дребедень Старояпонская Из меня Вываливалась Просто И я понял Что это Вот такое Генетическое Влияние Арито Генетическое Влияние Арито И Вот это Этот бред Собачий Как вы понимаете Это Все чушь Гиньёль Вот Но весь этот Гиньёль Он остался Для меня Ужасно Ясным И Светлым И Как ни странно Радостным Сергей Александрович Соловьёв В студии Проектации Дети На Серебряном Дожде И мы через Несколько минут Продолжим Этот разговор Да не разговор Мы просто продолжим Слушать Сергей Александрович А вы можете Все таки Если уж Хотите То Присылать Свои вопросы 7903 7976 333 Сейчас вернёмся Вы слушаете Серебряный дождь Как вы будете И одна десятая Эфра Трибедень Рассказывает Трибедень Моя жизнь 13 часов Вы 30 минут В столице В Москве Сегодня Последний Рабочий день Без дождя 21 градус Прекрасная погода Такой Отцы И дети Сергей Соловьёв Сегодня Навестил Студию Серебряного Дождя Кинорежиссёр Сценарист Человек Которому Мы обязаны Такими фильмами Как Чёрное и розовое Брюмо Печали Асса Анна Каренина Нежный возраст 100 дней после детства Нет Среди вас Уважаемые Слушатели Нашей радиостанции Человека Который не видел Хоть одного Фильма Сергея Соловьёва А мы Говорим с ним О его детстве Я хотел Чтобы вы Немного Описали Питер Потому что После Как я понимаю Вашего возвращения Вашей семьи Из Кореи Вот вы попали В питерскую коммуналку Значит Вас Там Заправляла бабушка Лукерия Николаевна И соответственно Вот эта атмосфера Послевоенного Питера И коммунальных квартир Хотелось бы Чтобы вы рассказали О том Как это всё было Ну во-первых Очень красиво сказали Как бы я После Пхеньяна Попал В Питер Такое Такое Роскошное Путешествие Детство Я вижу прямо Карту Которую можно Прямо идти Росчерком Отца Отца Выперли Когда Закончилась Война И когда Все сели На свои Послевоенные места Там был отец С его этим Безумным Мезальянцем Вообще На который Никто ему не давал Ни согласия Ни разрешения А он ни у кого Не спрашивал И его попёрли Прямо вот Вышибли из органов И я помню Бесконечно Длинное И прекрасное Путешествие Из Пхеньяна До Питера Это всё происходило Сначала Через Жёлтое море Корабль На этом Который шёл По Жёлтому морю Я помню Отлично И палубы На Жёлтом море И значит В жутко Непонятном Состоянии Маму Которая понимала Что она едет Непонятно Куда И отец был А вы морем Северным путём что ли? Нет Мы на море Морем шли до Владивостока А во Владивостоке Сели на поезд Назывался Голубая стрела Это так вроде Как красная стрела Москва-Питер А тогда была Голубая стрела Из Владивостока До Москвы Десять дней По-моему Или двенадцать дней Замечательного Какого-то путешествия От которого Я действительно офигел Потому что Я вдруг понял Каких гигантских размеров Значит Вот это самое Пространство И площадь Где дальше Мы будем жить Каких немыслимых размеров Просто Шел Шел Останавливался Шел Шел дальше И потом мы Приехали В Питер Отец Вот Лично Был очень благородный человек Это я могу Сказать точно Потому что У него была Роскошная квартира В Питере Куда он не поехал Жить Вот это там Жила его Первая жена И Игорь туда переехал Мы Значит С отцом С мамой Со скарбом Значит Переехали В Одну комнату Одна комната была Одна и темная Рядом Темная еще комната Без окон Маленькая совсем Там никто не жил Там только ели Вот В Питере На Невском проспекте Я помню адрес Фантастической этой квартиры Невский Пять квартир Восемь Вот Это прямо напротив Генерального штаба Как я понимаю Когда-то Это была Немыслимо Роскошная квартира Какой она стала И сегодня Я Сегодня пытался Туда Попасть На это Мне сказали Нет ну что вы Это все Выкуплено Там вообще там С третьего этажа Охрана уже не пускает Никуда Там туда попасть А у вас какой этаж Самый верхний Пятый этаж Туда попасть Никак невозможно Это даже не мечтайте А тогда мы запросто Попали К бабушке К Лукини Николаевне Очень была Вот Как Так сказать там Бабушка Евгения Ивановна Из Архангельска Была такой Интеллигентной И такой А бабушка Лукини Николаевна Была Очень таким Кряжистым Или кряжи Кряжистым 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 Российским Человеком Из под Мы все там Из под Этой самой Из под Рыбинска Из каких-то Деревень Под Рыбинском Вот И вот она И тоже Из под Рыбинска И я недавно Был в Рыбинске И говорят Вот видите Вот вторая сторона Там реки Это вот Никита Сергеевич Михалков Сейчас ведет Тяжбу По поводу Того Что это и все Его на самом деле Хотелось бы как-то вернуть Так сказать Права И мы значит там На юридическом уровне Все это самое И я когда Его в смысле Его семейный Михалков И мы Как-то И я как-то встретил Никиту Никит Я тут До меня Доперло вообще Какие Нас с тобой связывают Взаимоотношения То есть я Наверное По идее Был Крепостным Мои-то были Крепостным У Михалковых У Михалковых Понимаешь Вероятнее все Он говорит Да ладно Дурака валяй Я говорю Не дурака Мы можем Если хочешь Углубиться Но думаю Что не стоит При тебе Не мне Вот Но видимо так Потому что Дед мой Вот Отец Папы моего Вот Он Оттуда Когда Переселились Они в Питер Вот Он работал Устроился Работать официантом И был Официантом Вот И Значит Был такой ресторан Палкино Вот в этом Палкине Он был Официантом И конечно У отца Явно Хорошо Шурупила Голова Потому что Вот Из таких Так сказать Самых Он стал Очень быстро Сначала Инженером А потом Главным инженером Какого-то завода Будучи Мальчишкой Еще И вот Потом Вся эта история С убийством Кирова С абсолютно Так сказать Непонятным Непонятной Какой-то вещью Там Я читал Версии Так сказать Пять или восемь Или десять Убийства Кирова Восемь из разных И никто Кого убил Обстоятельства Невозможно Спекуляции Одна на другой Ничего Причем Такие Есть убедительные Абсурдные Нет Убедительные Версии Что полное ощущение Что пишет человек Который сам Убил Понимаете Я даже думаю Ё-моё Как он Хорошо Все это Представляется И это Повлияло Как-то На карьеру Вашего отца Это Тридцать четвертый Год Тогда был призыв Тогда был призыв И отца Забрались С этого завода С этого самого И силой Определили В органы Государственной Безопасности В НКВД В НКВД Это был Знаменитый Кировский призыв Вот И когда мы попали Значит Вот в эту самую Квартиру Невский 5 Квартира 8 Это как я понимаю Были две комнатки Часть огромной коммуналки Колоссальные То что вот у Высоцкого На 48 комнаток Всего одна уборная Это вот Это было Самое У вас там была Какая-то знаменательная уборная Она была гениальная Какая-то специальная Она действительно Я эту уборную Помню до сих пор И вот ты меня Спрашивала В какой степени Так сказать Я что-то перенес Своей квартиры Вот дух уборный Я надеюсь Что я Перенес Потому что Она Это на меня Произорило Немыслимое впечатление Вся коммуналка Была как коммуналка Длинный коридор Огромная общая Кухня в конце Значит Там по обе стороны Коридора Комнаты Значит Бесконечные соседи Причем Я не могу сказать Что мы плохо Так сказать Жили с соседями Так же Как я могу сказать Что и хорошо То есть Это было ощущение Что мы живем На Невском проспекте Продолжение Невского Какие-то чужие Совершенно люди Но была одна уборная И вся эта уборная Она была Больших размеров Чуть Больше Нашей студии Выше Значительно И значит Она заканчивалась Кариотидами Такими Из этих самых Из белого камня Кариотиды Которые подпирали потолок В этой уборной Их было штук пять Этих кариотид И между кариотидами А непосредственно Место отправления Необходимости Между кариотидами Были такие Как бы временные Такие фанерные Перегородки И там были Пробуровлены Как вот там Павел Тимофеевич Буровил Должен был буровить шкафу А здесь в полу Были пробуровлены Дырки для Значит Вот естественных Ножек И там не было Неме Ни ежо Ничего не было Было вот это Огромное пространство С кариотидами И значит Какие-то звуки Там кто-то Что-то производил Но тоже было мирно Никакой такой Паники там не было Это было Ну я Конечно Туда входил Абсолютно Зачарованный Вот совершенно Зачарованный То есть на меня Это производило Вот впечатление Какое-то Ну невероятное Хотя через два дома Это просто был дворец Я думаю Что это было Такое Духоподъемное Отправление Нужд Ну это вы Очень красиво Сформулировали Это Это была Это был Тот же самый Гениоль Понимаете Как факт Моего рождения Там В нем Духоподъемно Можно найти Духоподъемность Но лучше искать Просто В течение обстоятельств Понимаете Вы были Я хотел спросить Вот про кино В вашем детстве Известна история Что вы уже Подростком Посмотрели фильм Колотозова Лететь журавлей Захотели стать Это сильно позже А вот какое было кино И помните ли вы его Я помню Во-первых Я помню очень хорошо Первый фильм На который меня Отвели Это фильм Адмирал Нахимов Значит Меня еще Принесли туда На плечах Посадили Потушили свет Зажглась Вся эта Значит Чертовня Да Белочерная Да И значит Я так Опять По воспоминаниям мамы Которая тоже Тоже красиво сказано Воспоминания мамы Так Чего-то Она мне Говорила Короче Когда первый раз Выстрелили Я стал Страшно орать И плакать Страшно Орать И плакать И я не досидел Этот фильм Потому что Меня Вытащили Из этого Зала Потому что Мне дико Не понравились Взрывы Разрывы И все это самое Дальше Никакого Такого Вот магии Кино Не было Нет Никакой магии Вы знаете Как у мамы Есть такой Бредовый Факт То что Она хотела Поступить На биратский факультет Значит Грика Так и у меня Есть тоже Бредовый Один бредовый факт Который я не могу Объяснить Никак У меня был Наверное Год Примерно Когда мне было Лет шесть Год Примерно Я включал Радио В этой Общей А ведь это Шутки шутками А бабушка В этой комнате Она пережила Блокаду Она похоронила Трех детей Вот А двоих Которые Выжили Плюс папа Они и жили В этой комнате Поэтому это все То есть У нее было шестеро детей И троих Она потеряла В блокаде Да Троих потеряла В блокаду Причем Кого-то она смогла Еще довезти До кладбища Кого-то уже Не смогла довезти И они В этой комнате Съели Понятно Что съели Все что можно было съесть Обои съели Съели обои И так они ее Как бы Мощно так Выедали Эти обои Клей Да Мощно так Соскребали Что потом Ее не могли Отремонтировать Эту квартиру Очень долго Потому что Как-то она Вся была Искорежена Вот этим Тем что Изрыта Да Потом Бабушка была Очень строгая женщина Я помню Вот очень важный Значительно важнее Чем уроки кино Были уроки бабушки Когда значит Я был А я уже к тому времени Как бы Так сказать Воспитанник Ариты Был такой Довольно развязный Молодой человек Вот И там сидели За столом Ели Я помню Что любимая еда Была Щи Простые щи И отец Очень любил Мозговые кости Вот С мозговыми костями И значит Все это Высасывать Да-да-да 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 Вот И Мы сидели И значит Я время Они о чем-то Разговаривали Ну причем Очень Очень Немногословно И время От времени Значит Когда-то Мне казалось Настал этот час Я встревал С каким-нибудь Монологом И никогда Мне бабушка Ничего не говорила Она просто Облизывала Оловянную ложку И с такой силой Мне било в лоб Вот этой Оловянной ложкой Что У меня Просто Были Микросотрясения Мозга Но у меня Полностью Сразу Исчезло Желание Как бы Участвовать Во взрослых Беседах Это было Раза два Или три Ну Воспитательная Мира Типа молчит Пока старше Говорят Конечно Куда я Просишь С какими-то Разговорами Люди Действительно Пережили Вообще Черт знает Что А я Там У меня Там Ори Там Мне сказала Давай Давай Не бойся Шерсти Их Вот Нет Их Шерстить Не надо Было И вот Значит В этой комнате Когда никого не было Я включал радио Приемник Эту самую точку Почему я это делал Я не знаю И я часами Дирижировал Музыкой Которую То самое Передавало радио Причем у меня нет Никаких Музыкальных Таких Особых Способностей Ничего там Я потом пытался Узнать Даже У Башмета Не было У него Что-нибудь Такого В детстве После травмы Головы Когда его Так сказать Сам Нет Башмета Говорит Ничего Ничего Такого Не было А у меня Было Чем объяснить Не знаю Сергей Александрович Соловьев У нас в студии Через несколько минут Мы продолжим наш разговор В рамках проекта Отцы и дети Никуда не уходите Я думал Это у меня Серебряный дождь В ближайшем выпуске Новостей В 20 часов Президент Украины Петр Порошенко Заявил Что готов Предоставить Донецк Я не заскала Оловян Областям Республикам Да Это были такие Они даже Оловянные Действительно Из Олова Потому что Она Влепляла Высок Причем У меня Моя сердце Было Квас И никто Меня не защищал В Москве Так что Мама просто Боялась Где-то В пробке И удастся Объехали Позвоните На наш Автоответчик 783-2097 Расскажите об этом Давайте помогать Друг другу Отцы и дети Сейчас мы попробуем Сергея Александровичу Восстановить Воспоминания Юности То что Вы сами называли Что играла В ту пору Из радиоприемника Второй концерт Сергея Рахманинова Подирижируйте Пожалуйста Как-то было Нет Вторым концертом Я уже не мог Продирижировать Это я уже Стал что-то соображать Когда второй концерт Я купил В виниловую пластинку А это да Это видимо Что-то такое Самострок Был такой Самострок Шостакович Что-нибудь Передавали Тогда Ну это тоже Нет Ну да Это было очень тогда По питерскому радио Так сказать Модно Потому что Кстати Тогда было очень Четко и ясно Кто наш Кто не наш А наши были все те Кто пережил блокаду Понимаете И вот это На таком уровне На На таком Да Так сказать Подсознательном уровне Очень четко делились Это самое Поэтому я дирижировал Наверное Чем-то таким Вроде как Пам-пам-пам-пам-пам А вот что вы имеете ввиду Кто наш Кто не наш Это блокадники Это как фронтовики Знаешь Потом Абсолютно Ты говоришь Идентифицировали Вот был на фронте Не был на фронте Ничего плохого Если не был Ну просто Нет Никто тебя не Не Ну Когда вот наш Вот Шостакович был наш Я помню очень хорошо Вот все радиопрограммы Там значит Снова замерло Все До рассвета Та-ра-ра-на Да Только вроде Одинокое Вроде Гармонь И тут же Шостакович Да Допустим Это самое Нормально Это все было наше Потому что С одной стороны Был Соловьев Седой Который где-то там Здесь Понимаете Значит Шостакович Тоже Местный И там Допустим Ахматова Вовсе не воспринималась Как Такая Как бы Великая Такая Почти сказочная Серебряного века Провознес Да Она была своя Она была своя И Почему тогда Вот тогда Когда Вся эта Бодяга Позорная была С этим Постановлением Партии правительства 48-й год Журнал Звезда Да Да Она не 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 пользовалась Таким народным успехом Я не помню Что бы там Ну там Ходили Там говорили Ну Будет собраться И там Набрать Как можно больше Гнилых помидоров И всем бросить В портрет Ахматовой Ну Собирали Помидоры Бросали Но Нерадостно Нерадостно Бросали Потому что Такого рода Мероприятия Они требуют Какого-то Душевного подъема Душевного подъема Не было Это мы еще знаем Этот душевный подъем Вы знаете Я вот что хотела Вас спросить Вот Если так смотреть Совсем Вульгарно На Вашу биографию То кажется Что Есть Какое-то Удивительное Противоречие Между То Где вы родились Как вы родились Ваши И тот путь Который Между тем путем Который вы выбрали Делали вы что-то Вопреки Или Это так только Кажется Вульгарным взглядом А на самом деле Вы все Вы весь сотканы И все это было Совершенно естественно То что с вами Потом произошло Случайность И закономерность Нет Конечно Случайность Конечно Случайность Просто случайности Все были Как-то Я им очень благодарен Просто Вот сейчас Будучи Взрослым человеком Да Я им очень благодарен Хорошие все случайности Попадались Ну конечно Случайности Это не то Что там Кто-то там Или мама Или кто-то Задумал из меня Сделать Чего-то Человеческое Нет Так Пионер Всем ребятам пример Вот Показывает салют Но хулиганом вы не были В детстве? Нет, ну какой Никаких либеральных идей Я не нес Мое детство тоже Ни в коем случае Оно было вот такое совершенно Как бы Такое Неправильно тоже сказать тупое советское детство Обыкновенное советское детство Обыкновенное советское детство Мне очень нравилась Очень нравилась Передача о снижении цен Допустим это я помню Всем домом вообще приходили И слушали Сегодня там постановлением Партии правительства Цены на ковбольно-ниточные Изделия снижены на 2,3 процента И весь город орал Ура! Что это было такое? Черт его знает Ну это ощущение Такого праздника От того что Ковбольно-ниточные Теперь изделия Можно на 2,3 процента Можно жить Ну конечно Я не очень понимаю Даже что это за изделия Какие? А хрен его знает Ковбольно-ниточные Какие-то Я же не понимал Я сидел вместе со всеми И кричали ура Конечно-конечно-конечно Кричал ура Поэтому никаких у меня Таких вот Так сказать Ничто не предвещало Ничто не предвещало У нас в студии Режиссер Сергей Соловьев Беседа с которым Мы продолжим После свежих новостей Которые вы сейчас послушаете И пожалуйста Не отключайтесь Такие моменты на радио Бесценны А что такое Ковбольно-суконный комбинат Кстати Что такое Ковбольно-коммония Да чулки Это просто чулки Ну что это такое Что-то нужное людям Я помню Потому что Орали Как Просто Как В последний раз Макаронные изделия На три процента Спасибо всем тем Чьи приемники Настроены на нашу волну Станционный смотритель Сто дней после детства Чужая белая и рябой Асса Черная роза Эмблема печали Красная роза Эмблема любви Анна Каренина Одноклассники Это еще не все фильмы Которые снял Наш сегодняшний гость Режиссер Сергей Александрович Соловьев Вот я Слушай Я слушаю этот список И вспоминаю то Что только что Сергей Александрович Рассказывал Вот про комбольно Суконную Ниточную Ничего Вот эти Не пересекающиеся Какие-то совершенно Сергей Александрович Ну согласитесь Что все-таки Вот этот вот самый Сортир Он пересекается С кариатидами С кариатидами Что-то такое Я знаю что вы Большой любитель Станционный смотритель Что-то такое Ну да Но вы большой любитель Еще кроме того Вот старые мебели Антикварные Что-то такое с историей Это тоже из того сортира Нет нет Совершенно Сортир меня обучил Только к самому общему Представлению о том Что когда-то Были Видимо Какие-то Немного другие времена Вот и все А никакой То что я там Нет Этому всему Научил меня Гениальный Совершенно художник И выдающийся человек С которым я сделал Практически все картины Александр Тимофеевич Борисов Вот он мне Я когда Я же абсолютным Неофитом Пришел в профессию Для меня как бы Старый стул Допустим Что значит Я говорю Знаешь такие старые стулья Поставим Ну что значит старый стул Это как бы до войны Великой Отечественной войны Это значит старый А после Великой Отечественной войны Это уже Как бы новый Вот Совершенно Дремучие Дикие понятия Были о материальной культуре И обо всем прочем Этому всему Я учился уже Учился работая Работаю в профессиональном кино Я хотел Давайте к духовной культуре Еще Вернуться Вот к какой Какому ощущению Вашего детства Сталин Присутствовал Вы застали его Как вы к нему относились И как Вашей семье Пережили смерть Сталина Это Кого мы не спрашиваем Из людей Которые Которые были В ту пору Еще уже помнят это Это была какая-то Абсолютно фундаментальная Рубеж Такой был для каждого Да не то Слово рубеж Это был Мир рухнул Мир рухнул Мир рухнул К Сталину Как я мог относиться Только с обожанием С великим обожанием Вот И меня даже Когда я первый раз попал в Москву Я попросился Чтобы меня отвезли На Красную площадь С целью Посмотреть Там По мазолею Нет Еще Какого Еще не было Мазолея Нет Это было В 50-м Каком-то там Году Еще Сталин был Жив-здоров Да-да-да И мне там Показали Какое-то Окошко горело Значит Ночью Там Сталин работает Там Сталин работает Потом я пошел Получать Государственную премию И я поинтересовался Значит этим окошком У каких-то У ребят Которые там Охраняли Они говорят Нет Это такой Дежурный туалет Здесь Всегда горит Ночью И днем Это такое Чтобы люди Не путались Вот Но я был В абсолютном Убеждении Что Там сидит И работает Сталин И Как Ну Конечно Это Конечно Там даже Не было Никаких Так сказать Сомнений Или там Ну как Ну как Пока Есть Сталин Есть жизнь Когда не будет Сталина Жизнь кончится И конечно Я узнал Отцу раньше Позвонили Чем Весь народ Узнал Я проснулся От того Что я слышал Какой-то Шум в коридоре Там еще что-то И вот Я зашел В так называемую Большую комнату Которая была Очень маленькой Как и маленькая Еще меньше И вот В этой большой комнате На стуле сидел Отец Значит В кальсонах В ночной рубашке И рыдал Отец был Ну Вот Силы Немыслимой От него Просто какая-то Перлая энергия Просто такая Жизненная энергия Я помню Он как-то Мы с ним ехали На этот самый На трамвае Трамвай замерзший был Совершенно Их еле-еле Отапливали Ему он меня вез На каток Куда-то там В парк культуры Имени Кирова Чудесные вещи Парк культуры Имени Кирова Вот И Значит И отец заснул Отец заснул И он Прижавшись Головой Вот к этой самой К стеклу К обмороженному Вот такой Словиния был И пока мы ехали Он От его дыхания Половина трамвая Отпотела То есть Такая была колоссальная Это я помню Как сейчас Просто Отпотела Половина трамвая Как будто Туда поставили машину Такую И вот этот Человек Которого действительно Гвозди делать бы Из этих людей Крепче бы не было Он сидел и плакал Сидел и плакал И я Первое художественное Произведение Тоже Ничем не объяснимо Я абсолютно Не стремился К созданию художественных Произведений Но я что-то Такое написал В ту ночь В ту ночь Да Когда вот Отец рыдал Я сидел У себя И я написал Какую-то там Дребедень Что вот Теперь все А как отец Сказал вам об этом Отец По-моему Отец По-моему Не сказал По-моему Мне мама сказала Или кто-то Не ори там Только тихо Сиди там Сталин умер Отец Ничего не мог Такое А как пришло Осознание того Что в этом Во всем была Какая-то такая Совершенно другая сторона И переосмысление Это же Я говорю Мы так серьезно К этому Сейчас У нас был двоечник Щукин Фамилия его была Щукин Двоечник Класси был Это был Значит уже Пятьдесят В каком он году Помер-то В пятьдесят Третьем Пятьдесят Третьем Да И мы шли в школу В школу У нас дорога В школу Была По таким Как бы Таким И шинели Гоголя Такие какие-то Арочные Такие Провьюженные Какие-то Ночи Рано Рано Утром И меня Нагнал Щукин Говорит Пойдем В этот самый В этот самый Во двор Я говорю Зачем Ну в школу Он опаздывает Он говорит Пойдем Я тебе сказал Пойдем Значит Ну Зачем Ну по малой нужде Пойдем Я говорю Не хочу Он говорит Это не имеет значения Хочешь ты или не хочешь Пойдем Я тебе сказал Значит мы пошли туда Еще луна светила Луна вьюга Щукин Мы идем в школу Значит Это самая Как бы Позиция для Справления Малой нужды И вдруг Мне Щукин Говорит Ты знаешь Что Сталин Предатель Я совершенно Одурел Я даже Не спорить Чего ты говоришь Сталин Предатель Скоро все Про это узнают Застегивая Штаны Пошли И я Значит Пошел В это самое С этим страшным Сознанием Того Что Теперь Как-то Началась Какая-то Новая жизнь Если Щукин Просто так Такое не скажет Я понимаю Что Щукину Нужно выживать И переходить В следующий класс Аня Вот Поэтому Видимо Он что-то Такое знает И Вот с этого Началось Все Это удивительно Конечно Киношная история Ну да Что ты Два мальчика Да 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 Нет С пипирками Понимаешь Это абсолютно Пипирки наружу Пар идет Да Пипирки наружу Все Питерские Название Это какое Замечательное Ты знаешь Сталин Предатель Чего Кого Предатель Вот непонятно Вот это вот Мое Я знаю Что Мой Мой 20-й съезд Партии Ваш 56-й Да Вы Мечтали Мечтали Подводником Стать Был Такой Период Да Как это вас Каким-то образом Привело вас Во ВГИК А вы Спрашивали Меня кстати Вот Сильных впечатлений Их детства Эстетических Кинематографических Фильм Счастливого плавания Солнышко светит Ясное Здравствуйте Страна Прекрасная Я Одуревал От кайфа Одуревал Мне так нравился Черкасов Так нравилось Как он носит Военно-морскую форму Какой у него Кортик Какие у них Взаимоотношения То есть Это был Ну Вот Рай на земле Рай на земле И я в этот рай Конечно Очень сильно стремился Очень сильно Стремился Каким образом Это в результате Вдруг Вылилось В желание Все Все погубил Меня Михаил Константинович Калатозов И Совершенно непонятно Да Абсолютно Тоже Вот понимаете Как я не могу сказать Откуда Там дирижирование То есть Какое дирижирование Я Я музыку ненавидел Потому что Меня учили на рояле А Все-таки пытались Ну Мама учила Там Как Во всякой Нормальной семье Должен был И от чего-то играть Но поскольку Денег не было После блокадной Питер Значит Рояля Никакого рояля Фортепиано У нас дома Не было Значит Мне Учительница Сказала Купите Лист фанеры Раскрастье И по фанере Вот точно Вы сделаете Эту самую И я как идиот Ходил с этой Подмышкой Понимаете С фанерой С этой И думал Как же мне Кого-нибудь Убить бы Чтобы эта Фанера Усчезла Куда-нибудь Потому что Большего идиотизма Грохнуть Кого-нибудь Этой фанерой Потому что Большего идиотизма Чтоб в полной Тишине На фанере Сидеть То есть Я вот Единственное Первый концерт Для фанеры С оркестром Все что Все что я могу Исполнить Понимаете Вот все Вот И я с этим Знанием Так сказать Вообще С этим Великим Музыкальным Талантом Значит Точно так же Понимаете Я попал На Литя Джуравли Мне нравился Ну нравилось Мне Счастливого плавания Причем здесь Литя Джуравли Объясните мне Это же чистая фанера И я туда попал Не то что Потому что Что-то меня Внутренне Влекло Да Влекло Как писал Наш любимый писатель Это самое Лев Николаевич Толстой Катюша Ёкнула Или у Катюши Что-то ёкнуло Она поняла Что она беременна Там какое-то В этой самой В воскресенье Вот Во мне Ничего не ёкало Абсолютно Ничего Просто в нуль Ёканье в нуль Просто Понимаете Единственное Что у меня Ёкало Я прогуливал школу А прогуливать школу В Питере Дело накладное Потому что холодно Холодно То есть Как прогуливать И где вы прогуливали И вот я погулял Немножечко Полчаса Потом Я помню Кинотеатр Смена А там Были голубенькие Билетики Пять копеек Билет На утренний сеанс Пять копеек Понимаете Это ничего И я купил Этот билет На пять копеек Мне было совершенно Всё равно куда Понимаете И я зашёл Там Та-та-та-та-та Дзинь-дзинь-дзинь Летят журавли Я вышел С этого просмотра Действительно так Предварительно Ничего не ёкало Я вышел У меня было Ощущение Такого Значит Ну Какого-то Воздействия Такого Я не знаю Это даже не алкоголь Там Ничего Помутнение сознания Такое Да Мне было дурно Вот я помню Очень хорошо Мне было дурно От того Что я Страшным образом Переживаю За эту женщину Как её звали Ника Её звали Вероника 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 Понимаете Мне было дурно Потом я Когда с Самойловой встречался Я с ней Это самое Как бы Хорошо Был знаком Я конечно Я себя Щипал Всегда Реальность Понимаете Конечно Это не может быть Что это она Это не может быть Что это она Почему Спросите меня Не почему Да потому что искусство Вот понимаете Вот понимаете Ну не почему И до сих пор у меня Понимаете Когда начинается Комог в горле Комог в горле Когда Баталов уходит На вокзале И когда Баталов просто уходит Она ему бросает печенье Это Ну конечно Я не могу это смотреть Ну я недавно Это пересмотрела Это кстати Удивительно Что сейчас Вот есть фильм Который стареет Удивительно Это нет Да Вы знаете что Сергей Александрович Вот я слушаю вас И вроде бы Конечно мы понимаем Да вот что вы родились Тогда И такая это была жизнь И слушали рассказы Родителей Тоже О какой-то той жизни Но я просто Не могу ухватить То ли Жизнь в нашей стране Такая быстрая И это эпохи Которые Которые вот Просто невозможно Представить сейчас Как эта жизнь Складывалась То ли Вот я не знаю Во всех странах Вот так От детства До взрослого состояния Вообще меняется мир Кардинально Я в связи с этим Хочу Хочу спросить вас Вот ваши дети И сын ваш И дочь С которыми вы тоже Работали Что конечно удивительная история Но это отдельный вопрос Снимали Вот когда Вот как Вообще Находится общий язык Когда нет Когда люди Из совершенно разных миров Произведены Когда Когда вот этот фундамент Откуда человек Он настолько Настолько разный Как люди Из разных поколений Находят общий язык Вы знаете На самом деле Я как-то Вообще перестал верить В слово поколение Вот И так сказать В это самое Это какая-то Общая Какой-то Общий человеческий Компот Вот у нас Понимаете Я Вот я не Не очень могу Сказать Вот поколение Интернет Это совсем другое Поколение Ну да Лазят они Вот в интернет Вот Но По большому счету По нормальному счету Они Я не могу найти Разницы между Нормальным человеком Из 60-х годов Молодым человеком Который со мной Учился в Афгике Той же Динарой Асановой Понимаете И сейчас Какой-нибудь нормальной Моей студенткой Вот эту Которая с интернетом Отца Я не могу сказать Что сменилось Какие-то поколения Примерно То Чего О чем думала Динара Асанова Будучи Очень хорошим Человеком Очень хорошим Человеком И примерно То что думают Сейчас ребята О том Что хорошо И что плохо И вообще Зачем мы тут Болтаемся Да На самом деле Одинаково Ну вот По большому счету Одинаково Как Я даже не Я даже не про интернет А просто Вот про картину мира Которая при Сталине Была одна Потом Мое советское детство Такое совершенно застойное Это вообще Другое Другое А сейчас А сейчас Еще Еще третья эпоха И это просто Там Культурные коды Картины мира Как угодно Ну это вот К этому и нужно Относиться Как к картинам мира А не как к сущностным Каким-то колоссальным изменениям Это картины мира Которые меняются И оставаясь Необыкновенных Мы Например Когда Извините Что я вас Ну так получилось Что мы учились В одном классе Все время С Левой Додиным С Львом Абрамовичем Сидели за одной партией А рука затекает Ну затекает Чудовищно Я помню Потому что у меня С каким Каким образом Каким образом Можно передать Детям Я не знаю У меня вот две девочки Двойняшки Которым вот в сентябре Три года Исполняется Я пока Просто Набираюсь мудрости У опытных людей Как можно передать Что такое Хорошо Что такое плохо Каким нужно быть Как жизнь будет испытывать Как вести себя Вы знаете Это нужно Как-то Там действительно Это уже общая фраза Дело в том Что с ними нужно Как-то вместе жить Понимаете Если получается Вместе жить Получается чего-то Не получается Значит Не получается Вот например Саней Да С вашей дочерью Да с дочерью Началось же с чего Что У Тани Друбич Да У ее мамы И Значит Была такая Идея Вроде как доски Этой Понимаете Как меня С доской Фанерной Да Чтобы Ну у нас Не было уже Никакой необходимости Фанеру расписывать Вот Там был рояль Там туда-сюда И вот Она сказала Аня Давай Нужно заниматься Не балбесничай Тебе там 4 года Или там 5 или 6 Не помню сколько Рано Не балбесничай Давай Нужно заниматься Нужно заниматься Нужно заниматься Я тебе сказал И вот у Ани Как ни странно У нее Ген Не музыкальный Самый главный А ген Работоспособности Вот мой И Танин Мы оба трудоголики С Таней И вот она Как-то очень Четко Вот этот Трудоголический Ген Впитала в себя И она же До какого Маразма Доходила Аня Там Когда я там Второй класс Третий класс Школы Она допустим Не дозанималась Накануне Да Там час Допустим Ну не получилось Нужно заниматься Два часа Я уже сейчас не знаю Я и тогда-то не знал Сколько она занимается Вот Ну два часа Допустим Она час не дозанималась Она на следующее утро Вставала на час раньше И до школы Этот час Значит Потом Когда Она уехала Заниматься В Германию Причем она уехала Не потому что Там Всех Из Хороших Интеллигентных детей Нужно отправлять Куда-то Там Не было Она очень хотела Учиться У Элису Версаладзе И здесь Она училась На фортепиано У Элису Элису Сказал Это были 90-е годы Элису Сказал Тут нельзя Сейчас Анечка Я очень понимаю Что тебе хочется Дома с мамой Там Но это нереально Если хочешь играть Нужно ехать В Германию Вот Хочешь у меня заниматься Значит Езжай в Мюнхен Я там Беру Значит Там Держу класс Не потому Что мне Неприятно Здесь Здесь чудесные Дирижеры Чудесные Здесь инструмента Ни одного Нет Они все разбитые И в это самое Не на чем заниматься Нет И она уехала туда И она уехала туда И значит Я помню Один звонок Аня мне позвонила И говорит Что вы делаете Вообще с матерью Я говорю Что такое делать Она говорит Ну ведь Вообще К немцам Отправляли Силой Русских девушек В эшелоны Забивали гвоздями С охраной Их гнали туда Зачем вы меня В Германию В эту В Немеччину Сдали Я говорю Анечка Приди в себя Значит Ты просто Ну неправильно Общаешься Откуда я знаю Я же не знаю Так это Леплю Горбатого Это называется Не воспитание Международное Лепление Горбатого Вот Я леплю Горбатого Ты Ты будь Открытие Так сказать Ну там Ну чего-то Из общегуманитарной Дребедения Такого Будь открытие Вот значит Самое Приди в больше Общайся С людьми Она говорит Ну как общаться Я говорю Ну видишь Кого-то Она очень хорошо Языч знает И вот я вам расскажу О том Как Чем кончилась Моя Мои воспитательные Процессы Мы сейчас Этот рассказ Услышим После небольшой паузы Сергей Соловьев Гость Сегодняшнего проекта Отцы и дети Не отключайтесь Пожалуйста Приди в livestream Да Интересно Леплю горбатов Международное Я очень нравится Международное Лепление горбатого То есть с contribute Мне всё равно Международное Лепление В смысле Лепка Такая Международная Лепка горбатого Это я очень Я очень люблю Лепить горбатого Она очень точно Абсолютно Это Именно Такая Вся наша жизнь здесь. Этимологически совершенно непонятно. Загруженность московских дорог тем временем снова поднялась на этом. Отцы и дети. Почти полчаса еще есть у нас на разговор с нашим гостем, с режиссером Сергеем Соловьевым. Мы начали говорить о воспитании. И вы стали... Историю надо закрепить. Историю надо про Аню. Как она звонила и говорила, что же в Немеччину отправили ребенка. Я хочу объяснить нашим слушателям, что ваша дочь, Аня, она композитор и актриса. И окончила Высшую школу театра исполнительского искусства в Мюнхене. Факультет по классу фортепиано. И работает с крупнейшими оркестрами мировыми. Это уже результат. А теперь процесс. Ну да. Процесс она... Она мне позвонила через 15 минут или через 20. Я говорю, что Аня, ты встала открытие вообще. Через 15 минут. Она говорит, да. Я встала открытие. Я, говорит, спускаюсь вниз. И сидит там мальчик на этой самой... Хотел сказать, на паперте. На паперте. На ступеньках. Вот. Иду вот в флейту. Я говорю, ты флейтист, что ли? Он говорит, да. А как тебя зовут? Это открытость, Анина. А как тебя зовут? Знаешь, что он мне ответил? Я говорю, что? Он, говорит, на меня посмотрел таким мутным взглядом и сказал, фриц! Я говорю, Аня, у любого хорошего дела есть своя негативная сторона. Не прекращай. Общение не прекращается. Нет, она не прекращает. Маленькая страничка германофобии в нашем эфире. А сейчас переходим к русофилии. Я хотела еще спросить все-таки. Вот вы решились работать и с Аней. Аня, я знаю, что играла в вашем фильме и делала музыкальную часть к Анне Карениной. Очень серьезная работа. А с вашим сыном вы сняли, собственно, большой фильм по его литературному основанию. Вот как вы решились? Потому что это все-таки редко. Не по литературному, по жизненному основанию. По жизненному, да. Но он же написал сценарий все-таки. Ну как, писал я. А, писали вы. А жизнь была его. А жизнь его. Понятно. И все рассказы его, я просто знать не мог ничего этого делать, конечно же. Было ли это какое-то специальное решение с детьми работать и пожалели ли вы об этом? О чем вы говорите? У меня вообще не было ни одного специального решения. Вот вообще ни одного. Я не помню, чтобы какой-то у меня был. Пожалуй, только вот фильм «Спасатель». Я долго очень хотел именно его снять. Но это тоже уже, и с Анной Карениной, кстати. Это тоже уже превращается в такой маниакально-депрессивный психоз такой. Так сказать, вот я с ним, все равно я сниму фильм «Спасатель». Уже отстанься, уже какой спасатель? Нет, я все равно сниму. И так же с Анной Карениной. Нет, я все равно сниму Анну Каренину. Ну, сняли же. А? Сняли же. Ну, снял. Ну, это я тебе, я вам говорю, это тескет следствия маниакально-депрессивного психоза. А с детьми, конечно, абсолютная случайность. Абсолютная случайность. Значит, как Анна музыку писать стала? Она действительно закончила, значит, чем с отличием? Закончила, значит, пианистический факультет. Потом она закончила аспирантуру, знаешь, тоже с отличием. Все, вообще, пианистка выступала, в Зальцбурге выступала, все чудесно. И здесь она моталась, а я с этим маниакально-депрессивным психозом по Анне Карениной, значит, там, 12-й год или 13-й год, значит, я говорю, Ань, тут у меня такой странный новый кризис по Анне Карениной. Какой? Я говорю, ну, все серьёзные композиторы, которых я знаю, значит, я им заказываю вальс, чтобы они мне вальс написали. Она говорит, ну. Я говорю, никто не хочет. Я говорю, почему? Они говорят, ты же друг, это всё твои приятели, в общем. Нет. Я говорю, они все приятели, но они все не верят в то, что... Сегодня можно писать хорошо. Нет, нет, что будет какая-то Анна Каренина. Они уже знают, что её всё равно не будет. И они мне говорят, ты сначала сними, потом мы тебе напишем. Я говорю, может, вы больные? Моим друзьям-композиторам. Я говорю, может, вы больные? Там же сцена целая, большая есть. Вронский, Анна, там. Нужно же им подо что-то танцевать. Он говорит, что ты дурак овалишь? Ну, вальс. Что такое вальс? Все одно и то же отвечали. Что такое вальс? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, два, три, раз, два, три, раз. И пусть ты можешь поставить, можешь это самое, раз, два, три, да любой вальс поставь. Они будут как миленькие танцевать. Я говорю, представляешь, какие твои коллеги вообще. Она говорит, ты от меня чего хочешь? Я говорю, чтобы ты написала вальс. Как написала вальс? Как это? Откуда я знаю, как пишут вальс? Я говорю, ну, Аня, сколько лет мы тебя учили в Немечине? Вообще, ты все закончила с отличием. Сверись. Ты что, обалдела? Это тебе просто на раз плюнуть. Она говорит, ну, какой ты вальс? Я говорю, ну, простейший вальс. Ну, какая-нибудь помесь, так сказать, Прокофьева с Шостаковичем. Действительно простейший вальс. Она говорит, может быть... Левой ногой, может быть. Да, она говорит, может, ты тяжело больной вообще, в принципе. Что ты мне... Я говорю, напиши вальс. И она написала вальс. И мне очень понравился этот вальс. Очень понравился вальс. И я дал на студию послушать. На студии все в ночь понравился. Актером всем очень понравился И я говорю, ну-ка, теперь напиши Можешь написать его выворотку Такую трагическую Драматическую, трагическую Она говорит, да, могу Я говорю, ну, напиши, написала И потом еще 82 номера Так получилась музыка Карельной Карельной Никаких замыслов не было Был один единственный замысел Как-то уесть моих друзей-композиторов Получилось? Получилось, уел С Митей та же самая история Значит, мы случайно Оказались на даче На сутки вместе и нечего было делать Абсолютно нечего было делать У нас кончился бензин Это тоже 90-е годы И я позвонил, кто-то нам должен Привезти бензин Пока мы ждали бензин, сидели Сочинили кино? Нет, Митя мне стал Я говорю, а как это? Я же его приятель, ты знаешь Я говорю, а как у кого там жизнь складывается Кто чего делает Ну, он стал что-то рассказывать Слово за слово Когда он мне рассказал про этого трудовика Который Гармаш, который Гмитит Что? Это что? Ты гонишь в пургу или это десна? Да что, я тебе могу его показать Трудовика И он мне рассказал Всю вот эту историю Как они Спекулировали То есть это седьмой класс Их, значит, чеченцы Которые захватили И тогда Юго-Запад И тогда Юго-Запад Значит, всех поставили на то, чтобы они За фальшивые За фальшивые авиза Носили взятки В виде шуб В банке И они носили шубы То есть Мама дорогая Он мне такого рассказал Что, конечно, я Я сказал Митя, обожди Не надо Хрен с ним С бензином Давай мы неделю посидим Ты мне все дорасскажешь А я все это дело зафиксирую Вот Вот таким образом Не то, что у меня был план Да, понимаете Я увидел у мальчика Актерские способности И как-то их нужно развивать Подумал я Как-то их нужно развивать Нет, ну это трудно работать С родными людьми Да ничего Значительно легче Чем с чужими А вот здесь я прицеплюсь К одной цитате Которую я у вас Вычитал однажды О том, что вы вообще В принципе Испытываете серьезные сомнения По поводу института семьи В современном мире И вам кажется, что Вообще Одно другому не мешает Семьи испытывает Серьезный кризис Ну это не только мне кажется Мне и Льву Николаевичу Тоже сказалось Когда он писал Все свои сочинения Последних лет Что серьезный кризис Это так Ну что делать Что тогда Что по-вашему Может прийти на замену На замену Помимо Помимо На замену Картины жизни Вот я говорю Я Компот Нет Ну их можно назвать Компот Но вот Фекла точно Назвала Это картины жизни Понимаете Я Вот сейчас у меня Там Я сейчас Готовлю Такую Очень большую Выставку В Академии художеств Там четыре зала Огромные Вообще Это на Причистенке? На Причистенке Там четыре огромнейших зала Ваши фотографии будут там Около 400 работ моих Когда это можно будет увидеть? Это 17 октября открытие Вот Это огромнейшая ответственность для меня И огромнейшая радость И все это И я когда 400 400 фотографий Можете представить Что это такое? Вот это и есть настоящий компот Причем она называется Жизнь со скоростью Одна сотая секунды Ну это действительно Это ну как вы знаете Это я ничего ни с чем не сравниваю Но в принципе это Такое мое личное Фотографическое зеркало То есть Все фотографии лишены Какого бы то ни было Общественного смысла Вот Никакого нету смысла Но Они Все вместе Составляют Некий смысл Того Что Это Картина жизни И она Чем Более Частности Убедительна Тем более Убедительна И сама Картина жизни Но в принципе Если спросить меня Вот я сейчас Самый ярый Антиконцептуалист Который есть Любую Концепцию Любую Концепцию Мне кажется Просто это Такая Чушь Вот что бы ты ни Сказал Такая Чушь Потому что Жизнь Состоит Из таких Вообще Перепадов Пере Как вот Понимаете Пороги На реке Как То есть Только ты Укренился в том Что И в этих Порогах Важно устоять На ногах Как уже Проехали Тебя уже Вынесло Куда-то В другую Часть Где Тишайшая Вообще Заводь И не нужно Там никаких Преодоления Порогов А дальше Еще что-то А дальше Еще что-то Такая Философия Которая Отрицает Создание Во-первых Какие бы то ни было Уроки Собственной жизни Где проложить Да Это мудрость Да Ни в коем случае Какие уроки Ну что Мне страшно подумать Если я сейчас Начну извлекать Уроки Своей жизни Это будет Такой И учить других Еще на этом Строить Ребята Приходите Завтра с утра Я буду учить Вас жизни Я буду учить Вас жизни Как там Это как Кто-то мне сказал Ну в чем смысл Все-таки Вот ты можешь Объяснить Ты вот столько Времени убил На эту Анну Каренину В чем смысл Анны Карениной Я говорю Ребят Вы хотите Чтобы я вам ответил Смысл Анны Карениной Заключается В следующем Не нужно Изменять Своим мужьям Иначе Попадешь под паровоз Ну ничего Больше Ты там Не высосешь Ну ничего Не надо Не смейте Изменять Мужьям Попадете Под паровоз Ну ведь Не так Сарказм Детект Это да Ну ведь Не так Ну ведь Совсем не так Вообще Вообще не так А как А так Как там написано Понимаете И вот мы Сегодня уже Разговаривали Что Как же написано С такой Концептуальной Твердостью Ясностью Я вам сейчас Расскажу Меня волнует Мысль Семей И там Вся Берет Берет Жизнь Берет Своё И идут Эти пороги Сменяющиеся Заводями Тишины И это вот Потрясающее Ощущение Живой жизни Которая И есть Главная Концепция Главная Единственная Концепция Ну это вот на самом деле Очень большой Оптимизм В ваших словах Потому что Когда смотришь На нашу жизнь Не в такую Простую Последнее время Вот единственная Надежда И предпоследняя Тоже Да Что жизнь В её Каком-то Естественном Развитии Возьмёт Своё Над всеми Концепциями Всяких Разных людей Которые сейчас Выстраиваются Какая-то натуральная Витальная сила Я думаю что Даже термина Для этой философии Нет Это не фатализм Это не Это наверное Такой живой натурализм Это любовь И доверие к жизни Вы понимаете Больше ничего Любовь и доверие К живой жизни То есть Её построить нельзя Улучшить нельзя Так сказать Исправить ошибки Нельзя Ничего с ней Нельзя сделать Потому что У неё это Собственное Можно её любить Конечно Собственная Энергетическая Мощь Которую нельзя Не любить Нельзя Не любить Сергей Александрович Соловьёв В эфире Серебряного Дождя Проект Называется Отцы И дети У нас будет Ещё возможность Пообщаться Последние 5 минут Очень надеюсь Что вы Хорошо слышите А если Не очень хорошо Ожиданный поворот Сделайте погромче К вопросу О натуральном Восприятии жизни Просто слушайте Слушайте Уши откройте Сейчас вернёмся Ой, хорошо говорим Но если Сергей Александрович Но это Очень толстовская Вот это Которое вы сейчас сказали А Юра Толстова Много Вот это Ну да А самое главное Да Он сам это Так чувствует Вот это Вот И даже Всё И всё Это Стремление К мужикам Даже И всё Это Если Отмести Какой-то Такой Народность То Вот это Про любовь К жизни Все Эти построения Да Всё Всё Построение Всё бессмысленно Всё Построение В большом формате Сальма Хай Представляет главные тренды Осеньи Всегда Отцы И дети Последние несколько минут Остаётся в нашем разговоре С Сергеем Александровичем Соловьёвым Отцы и дети Давай Я заворожённо Слушаю по поводу Вот такой концепции Существования Мне до неё Нужно расти И расти Потому что Мне очень сложно Отказаться От Веры в то Что существуют Какие-то Вот незыблемые принципы Какие-то цели Какие-то благородные Помыслы Связанные с Вот каким-то Незыблемым Я Я Я Дохожу До цитаты Которая Меня обескуражила В одном из ваших интервью Вы написали Что Переосмыслили Цитату Льва Николаевича Толстого Которую Гласит о том Что больше Больше глупости Чем стремление К тотальной свободе Не существует Что это Бессмысленный Процесс Это финальный Глава Войны мира Да Вот Покоробил Меня Я 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 Пока Ему Это Удаётся Он Нас Подчёсывает Просто Да Это Ему Удаётся Как Нескодрогое Как Вы Почему Вы В неё Влюбились И почему Вы Примерили На сегодняшний Во первых Потому что Я дочитал Войну 이� capable До конца Я Я Я Я Я Не счёттал Как и все Нормальные люди До конца Не читал Я Доходил до момента Где Пьер Женится на Наташа И дальше Я Внутренне Себя Гол Я говорю, в основном всё ясно. А тут как-то так получилось, что нужно было дочитать до конца, потому что я спектакль ставил. И вот когда я стал дочитывать до конца, я вдруг понял, что дело вовсе не в том, что Пьер женился на Наташе. То есть в этом тоже дело. Но не в этом дело. А дело в том, что... Я не помню, к сожалению, сейчас не могу точно это самое... Но он говорит, что дело не в самой свободе. Это я не... Интерпретацию, я понимаю, не точную цитату. Это не в самой свободе. Дело в том, что за всю свою жизнь мы должны найти то количество своих личных несвобод, которые дают нам ощущение свободы и счастья. Это он абсолютно прав. Вот я ничего не могу сказать. Своих личных несвобод, своих личных зависимостей от чего-то, без чего... Ну как, а чего... И справиться с ними? Или просто признать, что они... И наслаждаться ими? И наслаждаться ими. И наслаждаться ими. Тогда скажите, какие ваши несвободы? Какие мои несвободы? Сейчас вам все и рассказал. Раскололся. Есть. Есть. Ну какие-нибудь, скажите. Ну нет. Не скажу. Человек, я знаю, который регулярно обнаруживает свои несвободы и с ними старается жить, которого я безмерно уважаю. Это Петр Мамонов. Да. Петя Мамонов везде все время говорит об этом, что он копается внутри себя, обнаруживает очередную какую-то зависимость, старается с ней каким-то образом примириться или что-то с ней сделать. Но он человек, которого невозможно просто представить более... Имеет сразу отрицательную коннотацию. Это не обязательно так. Несвобода? Любовь. Это самая большая несвобода. Ну да. Ну правильно, правильно. Понятно, что ты читала, Толстого. Понятно. А очень хорошо... Самая сладкая несвобода. Хорошо, что вы упомянули Петю Мамонова, потому что у меня... Ну я, конечно, как бы... Вот тоже несвобода. Дикая несвобода. Дикая чудовищная несвобода от Романа Анны Каренина. Дикая несвобода. Я тут пошёл на какой-то случайный Петин концерт, и он в халате там стоял и пел на счёту это самое. И я думаю... А я когда-то пробовал его на Каренина. Когда-то пробовал. И я сейчас посмотрел, думаю... Вух, Каренин! Вух, Каренин! И существует же в музыке такой волшебный жанр. Он называется темы и вариации. Вот я сейчас с огромным удовольствием сделал бы, и я даже уже разговариваю с несколькими такими толковыми людьми, сделать спектакль, театральный спектакль Анны Каренина, где Мамонов, я надеюсь, мы с ним даже предварительно разговаривали, сыграет Каренина. Причём грандиозно сыграет Каренина. О, вот это будет круто! Да. Вот ты просил про несвободу. Да. Спасибо, дорогой Сергей Александрович. Нам остаётся только ещё раз, наверное, напомнить нашим слушателям. 17 октября выставка фотографий Сергея Соловьёва в Академии художественных. Да, приходите, приходите. Наш 400 работ будет выставлено. Приходите, ребята. Там действительно будет интересно, потому что я, кроме всего прочего, ещё выставлю ту живопись, которую как бы собираю всю жизнь. Это, да, портреты крепостных русских художников. Да. Это поразительная страница, вообще неизвестная. Вот. И там ещё будут несколько скульптурных композиций, потому что там скульптор Благовестов сделал потрясающую совершенно скульптурную группу. Называется «Семья Карениных». Это Олег и Таня, но на самом деле это «Семья Карениных». Это не это самое, не Олег и Таня. Это, ну, я надеюсь, что это будет и красиво, и приходите. Спасибо, дорогой Сергей Александрович. Сергей Александрович, напоследок всё-таки запоздало. Поздравляем вас с прошедшим юбилеем. Спасибо. Очень много добрых слов вам пишут наши слушатели. Спасибо. Мы должны были это вам передать. Спасибо. Всем огромное спасибо. Спасибо вам. Это проект «Отцы и дети». Сергей Соловьёв у нас был в эфире. Мы вернёмся к вам в понедельник. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Мы даже на какое-то философское осмысление вышли, о любви поговорили. У нас всё обмечается по Москве. Ой, ребят, спасибо вам. Дед, ну на самом деле, я понимаю, что вы смеётесь. Нет, как, я не смеюсь, я просто говорю, что это... Просто к тому, что на самом деле, вот так, честно говоря, таких длинных разговоров радио, вот когда можно сказать, вообще почти нет. Это вам. Деньги. 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 Деньги.